Вот по эту руку дорога уходит в Казань, по эту бюджет образующие нефтяные районы. Мы находимся как бы посередине в Новошишминском районе. Это как бы перекресток семи дорог. Именно отсюда расходятся пути в различные стороны. И даже великий шелковый путь Москва-Пекин пройдет через Новошишминский район. И в этом есть его географическое преимущество. Насыщенный поток автомобилей и минимум конкурентов. Предпринимателям, работающим на трассе, всего-то и нужно. Успевать за клиентом и не задирать ценник. В районе это самый популярный вид деятельности. Из 297 местных частных компаний, треть 112 занимаются торговлей. И эту сферу ждет, судя по всему, новое развитие. Международный западный коридор Европа-Китай пройдет всего-то в 6 километрах от Новошишминска. Когда защищали мы в Москве проект, мы особый упор делали на дорогу, вот эту, китайскую дорогу, Москва-Пекин. Я знаю, что она будет развиваться. Все равно вот можно увидеть даже, она находится в 6 километрах от данной площадки. Данная площадка, она у нас, вы сами увидели, что в черте населенного пункта. Идея создания промышленной площадки в Новошишминске как раз и зародилась благодаря крупнейшему международному проекту. Товарооборот между странами постоянно растет, увеличиваются и объемы перевозок. Транзитный Новошишминск со своей площадкой казалось бы тут как тут. Но это в теории. На практике с инвесторами не все так просто. Три года назад здесь обосновались первые компании-резиденты. С тех пор тишина. Это у нас дробильный станок. Вот из таких литников мы их дробим. Получается такая крошка. Линар Шейгарданов дает новую жизнь старым полиэтиленовым пакетам. После переработки из них получается полимерная продукция. В бизнесе Линар уже несколько лет занимался производством окон, шил рабочие перчатки. Теперь вот решил найти себя, как он говорит, в большой химии. Правда, насколько она большая, судить, похоже, рановато. Вот эту полиэтиленовую продукцию мы в Кампале направляем где-то 2 тонны, где-то в месяц. Но так производим еще плюс, наверное, где-то около 3 тонн. Но это очень мало уж. Это в месяц? Да, 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 5 тонн, это очень мало. Да, да, это вот для этих станков. Могли бы нарастить объемы? Конечно. И людей было бы больше. Тут же каждый раз останавливаешь станок, вечером, например, утром его пока запускаешь, вот такой он брак делает. А было бы безостановочно, сутками, если бы работало, то тогда вопросов, и этого меньше было. Оборудование включают по мере необходимости, как только поступает очередной заказ. Но потребители большими объемами не балуют. Заказы можно сосчитать по пальцам. Зимнее время и вовсе мертвый сезон. С приходом весны бизнес ожидает потепления. Мы вот сравнивали с магнитом, у нас на рубль пакет дешевле получается, чем они сами делают. Ну, я не знаю, вроде разговор вели в уровень республики, ездили туда. Но ответа так и не было. Нет. Сырья много. Сырья много. Не хватает потребителей. Не хватает потребителей. Хотелось больше. И этот у нас рынок забитый, как бы, именно в Татарстане. Я только знаю, насколько я знаю, в Нижнекамске таких, как я, 8 в Челнах, около 10, и дальше по большим городам. Относительная близость к промышленным центрам для местных предпринимателей стала не преимуществом, а как ни странно, серьезной проблемой. В Набережных Челнах, а с недавних пор и в Нижнекамске, заработали территории опережающего экономического развития. Новошешминские компании и так отставали в развитии, а теперь им и вовсе не угнаться за конкурентами. Территория опережающего развития, то есть эти моногорода, для них есть налога и льготы, для них есть пока вот такое развитие. Как бы республика навстречу идет, конечно, и нам помогает, но резиденты идут большие города. Проблема всегда в деньгах у нас. Нехватка денег для развития. Фарид Валиолин, участник многих бизнес-программ, получал субсидии и льготы, и как начинающий фермер, и как резидент промпарка. Сегодня имеет свое небольшое хозяйство и цех по переработке мяса. По его словам, помощь государства для начала бизнес-карьеры – это хорошее подспорье. Но предпринимателям помощь необходима не единовременно, а постоянно, особенно в сельской местности. Там, где платежеспособность населения слабая, да и риски посерьезнее будут. У меня уже оборудование где-то 20 лет, наверное, уже. Я уже только 7 лет работаю здесь, в Колбасном цеху. Они здесь все старые, а технология же меняется постоянно. Технология новая, из-за этого я оборудована над новой. Оборудование у нас очень дорогое. И оно уже обычно все зарубежное, иностранное? Да, все иностранное практически, да. Очень дорогое. Сейчас вот все закупить, все поменять, где-то 10 миллионов надо. На промплощадке Новошишминска пока работают 7 резидентов. В районе уверенно говорят, что пока территория 8 гектаров, пока освоено чуть более 2 гектаров площади. Казалось бы, для бизнеса здесь создали все условия. Провели все коммуникации, газ, вода, отопление, и даже интернет есть. Администрация района помогла отремонтировать два старых здания, чтобы резидентам было куда заехать. Свободных помещений больше нет. Не каждый предприниматель в районе готов вложить свои средства на строительство нового здания. Всегда удобнее и проще прийти на готовые площади. Если бы мы по какой-то программе еще построили вот эти производственные корпуса, была бы такая программа, естественно, резиденты бы были. Они бы пришли. Резиденты готовы прийти на готовые помещения. Всем предпринимателям все предлагаем. У нас никогда никаких вот таких препятствий там или каких-то вот таких моментов нет. Мы всегда открыты, всегда за. Пожалуйста. Но чего не хватает? Пусть приходят. Но, видимо, пока решительности у молодых людей пока, видимо, не хватает. Потому в районе и не терять надежду на то, что смогут не сегодня, так завтра привлечь частных инвесторов, которые проложат дорогу по великому шелковому пути. Елизира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней. Редактор субтитров А.Семкин.